всем привет из краснодарского края это канал сельские мотивы друзья сегодня быстренько покажу вам мои покупки которые я сделала в леруа мерлен не обычно я такие ролики не снимаю и кстати подобные ролики я и не смотрю но поскольку в этот раз покупки на самом деле интересные вот решила отснять несколько раз купила знаменитая роза анджела хамашу барбара попались мне знаете не дешево стоил посадочный материал розки я уже посадила очень недешево не не помню сколько может 700 рублей один куст стоил жила попробовать посадить розу из коробки никогда не пробовала до этого всегда я покупала в питомниках розы и вы знаете мне очень везло потому что все розы которые я покупала в питомнике они были без пересорта а поскольку розы в коробке я покупаю в первый раз то вот меня очень интересует будет пересорт или нет потому что посадочный материал не дешевый но как бы сорта дорогие я понимаю что это того стоит поначалу меня насторожило то что у розы анджелы такого светлого цвета листва нетипичная для роз обычно листва у роз имеет красноватый оттенок но будем надеяться что все таки это она и есть к тому же она так немножечко отдаленно напоминает шиповник по форме цветов роз к хамашу барбара тоже замечательная роза во первых она непрерывно цветет и сама очищается она здоровая обрезала двухлитровые бутылки и поскорее их посадила будут они стоять под навесом в моменты когда будут заморозки я буду их заносить в дом пока вот так буду их передерживать до того момента пока нельзя будет их высадить в открытый грунт еще одно интересное растение которое я купила в леруа мерлен это иксия спотлайт для меня это незнакомое растение новое ну вот мне понравилась вот эта картинка и захотелось его посадить но на обороте написано что это растение она в уходе сильно похожа на гладиолусы честно говоря это меня информация не обрадовала потому что гладиолусы нужно выкапывать на зиму но это достаточно хлопотно для меня я стараюсь сажать такие растения последний год чтобы не приходилось выкапывать без конца потом заносить но растение очень нежное также сказано в описании что она достаточно хорошо и долго стоит в срезке я люблю делать букеты для своих родственников там на какие-то праздники посмотрим как это растение себя покажет если она действительно достойная если надо действительно стоит по три недели в срезки вот так вот выглядят луковички они совершенно небольшие я бы даже сказала что они мелкие по сантиметру полтора каждая луковичка они уже проросли очень сильно проросли я когда их покупала уже такие длинные росточки были и конечно я буду торопиться их высаживать горшок на выгонку потому что мне не хочется держать так в холодильнике или их или еще как-то это рискованно с такими длинными росточками такие вот еще растения мне понравились крокосмия и трителия тоже для меня это новые растения о них я слышала крокосмию я вообще давно очень хотела себе посадить но точно так же как и предыдущие эти растения луковичные и зимуют ли они даже в нашем южном климате в открытом грунте это неизвестно скорее всего их точно так же придется выкапывать хочется вам показать поближе луковицы вот так они выглядят эти растения не такие мелкие где-то по два три сантиметра луковички не такие мелкие как икси и видите они не проросли поэтому я его буду продолжать держать в холодильнике пока не наступит теплая погода для того чтобы можно было их высадить в открытый грунт но вот такую еще остильбочку прикупила знаете не хотела раньше заводить остильбы потому что еще давным-давно во времена журнала мой любимый сад я прочитала что остильбы очень плохо переносят жару и как-то даже на остильбы в продаже даже не смотрела потому что у нас сад южный очень жарко ну думала зачем зачем тратить на них время ну очень красивые цветы скажем так захотелось попробовать но вообще судя по моему опыту нужно пробовать потому что везде условия разные везде почва разные везде люди по-разному поливают у меня например есть автополив поэтому может быть у меня действительно будет и расти короче буду пробовать друзья купила еще вот такое средство наверняка вы все о нем уже слышали это микориза добавляется в почву под культурные растения буду добавлять ее под гортензии в открытом грунте и может быть в какие-то горшечные культуры тоже добавлю и посмотрю действительно ли она помогает скорее всего еще сегодня буду сажать иксию на выгонку в кашпо если получится поснимаю и конечно выложу для вас друзья прощаюсь с вами это был канал сельские мотивы пока пока